Автомобильный видеорегистратор K6000. На момент покупки он стоил 27 долларов. Покупал на площадке Алиэкспресс у проверенного продавца. Ссылку размещу под видео. Вот, наклеили на коробку очень много марок. Сейчас посмотрим, что нам пришло. Регистратор умеет снимать в разрешении 1920х1080, то есть в Full HD. Угол обзора 140 градусов. Это довольно-таки неплохо, за такую цену. Как говорится, у продавца на странице здесь стоит какой-то чипсет Novotek. Это, по словам продавца, это очень хорошо. Вот такая коробка. Кстати, нигде нет надписи, что это именно K6000, а не какой-то другой, не какая-то другая подделка. Регистратор есть в чёрном и белом цвете. Я заказал чёрный. Что внутри? Какой комплект? За такую цену нам положили китайцы. Вот сам главный, главная деталь. Это регистратор в таком пакетике. Сейчас проверим. Включается? Включается. Вставьте SD-карту. Сразу пришёл на русском языке. Кстати, SD-карты у меня пока нету. Проверю позже. Так, снимаем. USB-кабель для подключения к компьютеру. Также кабель для прикуривателя в автомобиль. Довольно-таки длинный провод. Можно, то есть, под обшивку спрятать в автомобиле. Мануал на английском и, наверное, на китайском. Это USB. Ага, вот это USB-кабель. А это, видимо, если я не ошибаюсь, HDMI. Да, это HDMI-кабель для подключения к телевизору. И, собственно, сама присоска для плавового стекла. Вот. Защитная плёночка. Я пока снимать не буду. Всё фиксируется, всё настраивается, крутится. Регистратор поддерживает карточки до 32 ГБ. Ну, по крайней мере, это так заявлено на сайте. Поддерживает много языков. Но тут есть русский, и этого, в принципе, мне хватает. Разъём HDMI и разъём USB. Позже я выложу видео, покажу, как он снимает в ночное время. Как он снимает в дневное время, какая видимость и так далее. Кстати, тут вот два светодиода. Это как бы должна быть подсветка для ночных дорог.